Всем привет! Сегодня я подумал и решил сделать корпус для аккумуляторов, которые у нас стоят, уже готовый блок из крышки от системного блока. Я вот тут как раз на днях выкидывал 3 или 4 штуки старых системников у меня вот боковые крышечки от них остались, ну и сами они еще ждут, когда у меня будет время отнести на мусор я так прикинул, ну они на улице валялись грязно, потом отмою и покрашу, прикинул, во-первых здесь у нас есть решетка то есть как видим под углом будет аккумулятор обдуваться, это очень хорошо, соответственно можно сделать так чтобы у нас воздух заходил под углом, ну сейчас мы все обдуваем, вот с двух сторон это все есть у крышки здесь то же самое отмерил я, взял пару аккумуляторов так чтобы был запас, потому что я их буду заливать ну то есть вот эти вот стороны, низ там буду делать более жесткие, чтобы можно было фиксировать и вот это вот все дело не гнулось буду пластиком заливать отрезаю я стандартным инструментом то есть у меня вот такие ножницы, я их покупал в блохматом году вот так вот вручную я кстати ими крышу у себя делал так ну и так как они направленного в принципе действия ровно отрезать труда не составит с такими ножницами главное двигаться по чуть-чуть и никуда их не сгинать самое мое любимое занятие конечно это шкурить и грунтовать вот так вот резать еще надо будет как-то соединить, тут кстати у нас будет еще одно место под потолок, либо под нижнюю часть крышки то есть я еще посмотрю на сколько там хватит всего дела то есть все можно использовать из повторного сырья это самое главное то есть удешевлять максимально да и притом если мы будем использовать какой-то мягкой упаковки вот эту фигню, да, как сумка у меня которая шла это честно говоря детский лепет потому что в ней они болтаются и жестко они закреплены здесь же у нас будет кейс с вами более эффективный конечно многим проще купить пойти чтобы пойти купить, во-первых, это надо куда-то идти надо время, свободные деньги конечно это к тем не относится у кого в принципе и того и того навалом это именно для людей, у которых что-то подобное дома есть и хотят сделать сами из того, что у них есть сейчас поровнее так, и вот у нас две стеночки готовы соответственно здесь проще здесь можно будет, кстати, длина подходит самое смешное там чуть-чуть запас ну вот остается с обратной стороны вот такие вот дела вот такие дела то есть здесь можно поставить, ну подправить плоскогубцами поставить пластину, закрутить ее на саморезы то есть и у нас будет нормальный кейс если вот здесь вот достаточное место и здесь можно также подогнуть просверлить, все сделать в общем, прервемся сейчас я буду дальше додумывать а уж вам потом покажу на каком-то этапе, может, продолжу показывать аккумуляторы на оставшейся железной пластине как мне надо тут со всех сторон сделал небольшое как бы расстояние от стены чтобы было и в принципе сейчас буду отрезать низ делать тут еще останется немного но этого, к сожалению, не хватает придется идти на улицу еще искать от этого стенника стеночку так, вот вырезаны четыре запчасти четыре стороны там осталось две боковушки сделать итак низ я буду либо на холодную сварку а потом смолой и шрупить либо при паивать а вот насчет верха я буду вот вырезал специально побольше немножко тут получилось кривоват но это не страшно вот это вот части буду загинать и шрупить то есть чтобы вверх у меня как бы как и ребро жесткости было ну и заодно жестко фиксировалось и позволяло разобрать также верх и низ я сделал из средней части от системника это связано с тем чтобы у нас если в случае дождя вода не попадала в аккумуляторный блок также снизу наверное все таки буду делать вентиляционные отверстия такие стоковые чтобы вода у нас не задерживалась но это я уж потом просверлю пока что вот заготовочки сейчас самая сложная процедура это выгнуть вот этим местам ну и соответственно посмотрим что у нас из этого выйдет поэтому конечно было правильнее сделать в обоих сторон и проще вот загнуть то есть сделать с запасом но так как я поспешил немножко не обдумал я сделал так в общем лишние мороки себе нажал но ничего все все будет alright я еще не видел чтобы народ делал самодельные корпуса из чего-то подручного ну может я конечно не так часто и смотрю чужие творения но все очень просто очень удобный металл часто он даже оцинкованный поэтому насчет срок службы я вам так скажу что это лучше будет чем какой-то захудалый металл от какого-то не знаю оборудования кстати а нет я выкинул у меня микроволновка была недавно совсем разобрал на запчасти но сдохла магнетрон там мозг компосировал блок питания короче сильно много запчастей надо было и она сама по себе была не дешевая брал свое время в общем там металл хромированный был вот если б я то есть там может было ну слова не буду это говорить очистить до такой степени что можно было в зеркало смотреться причем мне кажется бы хватило там этого металла загнуть но единственное что там пришлось бы мне очень сильно попотеть так вот подогнул первое черновой потом чистовой поджим уже выправляем между теми местами где мы подгибали то есть получается мы волну убираем но если инструмент был бы мне машину не лень было бы идти за ним было бы гораздо проще там не лежат нормальные плоскогубцы в общем я привык работать тем что под рукой мне так больше нравится молотком я вот не советую делать править но в принципе решать я как говорю всегда решение остается за вами я предлагаю на своем примере способ как я сделал вы можете уже додумать это все идея вот она выложена единственное вот я упущение сделал как я прикидывал аккумуляторы вроде бы так-то показал но я потом когда вырезал еще прикидывал многие жалуются что короткие ролики надо снимать другие жалуются что длинные золотую середину искать с металлом вообще не любитель честно говоря работать я любитель как-то делать из эпоксидки но вот здесь у меня возникла проблема честно говоря это тоже неплохим плохим словом называется если делать из пластика прям и как они называются матрицы то есть самое сложное здесь будет делать матрицы поэтому уж лучше вырезать из металла немножко помучиться причем мне это надо для одного велосипеда я этим занимаюсь на платной основе в принципе я всем не занимаюсь на платной основе с этой стороны также потом недочеты можно подогнуть по месту вот здесь плюс будет такой что у нас когда крышку мы закрыли у нас это все будет захлопываться жестко также можно будет вот здесь например силиконом сделать чтобы у нас более жестко это все закрылось так руками не гнется жесть хорошая хорошая еще наверное фирмовая потому что тогда еще когда этот корпус брал как бы не из Китая это все дело завозилось древняя карбусяна не знаю сколько уже за 10 лет уже работал в сервисном центре по сборке и настройке компьютеров смог проработать там тоже убийственный график был всего лишь год но этого мне хватило научился хоть с людьми общаться так вот так у нас все красиво получилось а может даже это я ставлю как низ но сейчас посмотрим боковушечки я еще не решил то ли сделать повыше ребра воздушные то ли пониже два варианта кстати да если вот так вот сделать вот здесь как раз у нас ребра крышечку по другому делать сейчас тогда с крышечкой будем мутить так ну что сейчас я буду искать саморезики вот это вот будем дело зафиксировать придется так где-то вот так вот да здесь немножко уголок подрезать для удобства то есть все в принципе можно сделать руками если у вас есть инструмент инструмент я покупал тоже не спонтанно я его под какие-то цели покупал я в итоге дом уже сам строил инструмента пришлось очень много покупать потому что я так прикинул на самом деле дешевле построить самому чем нанимать ваше 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 тебе тянуть время и деньги и строить как попало когда ты уже только ты сможешь отвечать за свои действия так у нас получится ребра жесткости хорошую уже не так гуляет а если мы еще подфиксим это все более у нас вот здесь двойной металл вот усложены то есть у нас дополнительная жесткость будет конструкция так ну что ладно тогда я сейчас сверлю и потом продолжим на определенном этапе так вот так выглядит черновая заготовка вот уже три стены поставил осталось боковины выпилить вырезать вернее и зафиксировать прикрутил на три самореза саморезы очень мощные я не помню даже откуда я снимал но чтобы их поставить потребовалось просолить насквозь если я не ошибаюсь то сверло у меня тут троечка вот такое вот это якобы российское сверло у меня еще были хорошие германские но я к сожалению не могу найти их вот у меня тут сбоку сверла и так же в коробке в ящике вот к этим сверлам просто выкидывать то есть сверла вроде бы острые начинаешь сверлить это в наборах они обычно идут такие беспонтовые то есть смысла нет покупать или оставлять их можете смело выкидывать а если вам надо брать какую-то дрель то рекомендую заранее брать нормальные сверла самое нормальное сверло это вот каленое отлично точится без проблем те смысла нет даже точить конечно многие знают что у меня также есть токарное образование то есть я токарь четвертого разряда и точить сверла или резцы я умею но вот к сожалению вот те я могу наточить но опять же один-два там три раза можно просверлить что-то и они начинают там кромка у них угол изменяется на плоский то есть там сильно мягкая сталь в общем и так у меня осталось немножко совсем металла надеюсь вот так вот подойдет то есть вот здесь у нас тоже как видим так сейчас подальше камеру уберу вот остался такой вот металл с уголком без уголка либо вот такая прямая то есть также буду сейчас во-первых вырезать чуть с большим запасом чтобы подогнуть то есть можно было вот здесь сбоку засверлиться и вот здесь то есть создать ребро жесткости и также подогнать под обратную сторону соответственно потом сверху как вот приложу то есть подогну все сверху лишнее отрежу ну уже приступлю к верхней части ну сверху будет посложнее вот у меня есть заготовка вот эта которая осталась по идее вот ее бы идеально было бы выгнуть но блин жалко а стенки тогда из чего тут тем более еще у нас как раз по ребрам воздух будет заходить именно вот отсюда то есть аккумуляторы вот это будет задняя сторона велосипеда стоять например на багажнике воздух будет отсюда заходить и надо ему чтобы он выходил куда-то это самое идеальное вот место было бы тоже с ребрами на обратной стороне поставить то есть вообще куча железа на халяву выбрасывается ну и конечно многим это просто не надо ну вот кто-то находит этому применение я считаю это правильно не всему же в мусор превращаться тем более мусора у нас вообще в мире и так хватает так что по поводу вот жесткости как видим все это еще гуляет но это без боковушек потом будет соответственно усиление смолой тут залеплю вот это вот все дело скотчем ну в общем до этого дойдем ну а пока что подождем следующего этапа вот так выглядит первая стенка сейчас буду приступать к изготовлению второй но тут у нас более жесткая это наверное у нас будет обратка а вон то будет перед все таки наверное придется искать кусок железа пожестче самая сложность была вот загнуть по вот этому ребру вот здесь вот пришлось там вырезать ну как видим саморезики торчат саморезы очень классные считая вот эта вот штука мне обошлась бесплатно это пока но дальше ее надо еще грунтовать и красить потому что а ну и эпоксидкой заливать то есть эпоксидка тоже сейчас не знаю каких денег стоит у меня как всегда запасы рулит запасы рулит так что вот такие дела надо что-то придумать по идее хоть бы она это была может было по этим сторонам да закрепить может вообще деревянную сделать кстати как идея такая взять сделать деревянную и с этой стороны в нее засверлить была бы полотничком через силикончик в общем сейчас будем обдумать осталось совсем немного одна крышка и мы вырвем на финишную прямую вот такой получился короб пока что в будущем скоро его доделаю но пока что наверно все вес составляет 5300 грамм 5 килограмм 300 грамм примерно это еще без усиления еще будет усиление так что еще тут место будет под бмс и я надеюсь мне хватит места еще есть пару задумок надеюсь на их реализацию мне тут также хватит места ну на этом все смотрите продолжение надеюсь дальше будет так же интересно всем спасибо за внимание всем удачи всем пока